в начале при создании лепестков нам необходимо определиться с тем какого размера и какой форма лепестки нам нужны у меня будет несколько размеров это 9 7 4 6 сантиметров и самый длинный сантиметров 10 наверное нам необходимо нарисовать треугольник прямоугольники и начиная с угла мы просто ведем с вами линию в диагональ другой угол такую волну делаем и таким образом мы получаем лепесток который потом будем складывать в объемный цветок после того как вы нарисуете эти лепестки их необходимо будет вырезать и это будет готовая у вас лекала которая будете обводить вы можете делать их и на плотном виде чтобы вы используете лепестки и рисовать на сумму и и и и и теперь мы переходим к следующему этапу берем ткань у меня это стретч атлас нам понадобится два отреза стретч атласа корсетная сетка и паутинка клеевая корсетная сетка обратите внимание плотная не тонкая потому что именно этот пластик будет плавиться и создавать необходимую форму лепестков и так мы выкладываем с вами на стол лицевой стороной вниз атласную ткань изнаночная сторона будет ложиться вверх слой паутинки потом корсетная сетка снова слой паутинки и атлас атлас сложим изнанкой и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После проглаживания получается плотный цельный лист из проклеенных слоев Теперь мы готовы к тому, чтобы переносить рисунок и дальше вырезать эти лепестки Рисунок я перевожу ручкой и пиши стирай пилот Для того, чтобы потом, когда мы прогладываем или намочим водой, у нас не оставалось следов рисунка ручкой И, как вы видите, я не все лепестки обвожу, что-то я обвожу, что-то я уже потом просто дорисовываю от руки Не обязательно обводить, если вы можете рисовать легко от руки Все это переводим и стараемся экономно все это уложить Субтитры создавал DimaTorzok И вот такие в итоге у нас получаются лепестки Они достаточно плотные Внутри остатки, которые у вас остались Обрезки, вы их тоже можете подрезать и придать им форму И они вам также пригодятся потом Потому что это не какой-то симметричный цветок Он достаточно абстрактный получается Поэтому вы можете добавлять еще какую-то интересную форму Такие интересные лепестки Далее для окрашивания я взяла краски по ткани Я рекомендую вам надеть перчатки Потому что если работать без перчаток, то руки покрасятся Поэтому лучше их все-таки иметь И можно использовать как для батика краску, так и акриловую краску Подойдет и та, и та Вы можете их смешивать В общем экспериментируйте как захотите У меня краски Декола Конечно подойдут краски других производителей Мои лепестки окрашиваются в серый цвет И для этого мне достаточно только черной и белой краски Благодаря смешиванию черного и белого я буду получать серый И таким образом создавать тот переход от более темного черного к серому И более светлый белый Вы можете окрашивать лепестки в любой цвет, который вам будет необходим Также вы можете делать тонирование с переходами И получать свои уникальные цвета Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того как лепестки просохли Нам нужно придать им форму Для этого просто утюгом Мы немного должны подержать лепесток И потом он становится мягким И гнется так как нам будет нужно Когда он остывает, он держит форму, которую мы ему задали И дальше можно будет его уже пришивать Продолжение следует... И теперь переходим к выкладке лепестков на изделии У меня уже готова основа Я вышивала крючком эти полосы И теперь я накалываю булавками лепестки По рисунку И дальше уже буду их пришивать Вы можете формировать Ту форму, которая вам необходима С помощью подобных лепестков Я показываю как я это делала в своем изделии Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как я все выложила, я начинаю пришивать эти лепесточки Сразу я пришиваю нитью и добавляю бусины и стразы Пришиваю эти лепестки Таким образом Сразу я вижу, где мне нужно еще добавить объема фурнитуры, а где его уже достаточно Вы можете видеть, что одну чашку я уже сделала и теперь я повторяю вторую так же симметрично, как и левую сторону Здесь каких-то определенных правил расположения нет Вы просто смотрите, как это задумано у вас по вашему рисунку, по вашему изделию Я работаю на манекене, потому что если это снять и просто работать на пальцах, будет не совсем удобно в моем случае Поэтому работаю с манекеном Обратите внимание еще на то, что я не увожу на изнанку узлы То есть все ниточки, все узелочки я прячу или под бусинами или под лепестками То есть это тоже важно, чтобы изнанка была чистой Или если вы будете выводить это все на изнанку в подобном изделии, то конечно нам нужно это все закрыть подкладом Я показываю все на примере одного лепестка, все остальные пришиваются по такому же принципу Вы видите, что по всему лепесточку я тоже добавляю бусины и потом я немного зафиксирую его к сетке, чтобы он не торчал вверх В последнее время зажигалкой я еще немного отправляю край и подогреваю лепесток и потребую его если следующий этап это добавление перьев я покупала перья на ленте дальше я вытягивала перья с ленты собирала их вот в такие пучки пучок обматываем нитью и дальше дополнительно нужно еще профиксировать этот пучок клеем для того чтобы перышки не выпадали у меня клей гутерман и я буквально немного наношу клея по кругу и закрепляю клей для того чтобы все края перьев хорошо зафиксировались и потом из изделия они не осыпались после того как пучки эти просохнут мы начинаем уже пришивать такие пучки с перьями очень важно чтобы у вас до конца просох пучок и и дальше мы начинаем пришивать между бусинками я это все пришивала и обратите внимание я прокалываю между ниточками центр пучка я вывожу иглу с нитью и потом уже только начинаю пришивать и еще дополнительно я закрепляю нить чтобы фиксация была более надежной и начинаем уже пришивать это все к изделию я закрепляю Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok